Бертург, Турция, прибытие С-400 в Турцию не случайно. Мурат Бардакчи Бертург, Турция 15 июля 2019 года Зенитные комплексы С-400, обсуждаемые на протяжении нескольких месяцев, системы, которые взбудорожили Вашингтон, ракеты, которые насторожили НАТО и масштабно повлияли на наши дипломатические отношения, спровоцировав даже повышение курса доллара в Турции. Вот эти-то военные грузы наконец-то до нас и дошли. То, что мы в конечном счете сможем обладать этими самыми современными в мире системами противовоздушной обороны, это результат твердой решимости, которую мы сохраняли, как и подобает серьезному государству, перед лицом всех попыток извне препятствовать этой покупке. В число этих попыток входили даже угрозы. Решив приобрести С-400 у России, мы приняли не менее важное решение, чем когда присоединились к блоку стран во главе с Германией с первых лет XX века или сделали выбор в пользу западных стран под руководством Америки после Второй мировой войны. Системы вооружения Турции менялись в зависимости от союзов, в которые мы входили. В XVIII веке, в то время, когда мы были близки с Францией, мы в меру своих финансовых возможностей оснащали армию французскими вооружениями. В годы правления султана Абдул-Хамида 2 мы сблизились с Германией, и наши пушки, ружья и боеприпасы были немецкими. Когда мы решили дружить с Америкой с 1940-х годов, наши вооружения американизировались и стали соответствовать стандартам НАТО. И с этой точки зрения крайне важно, что мы покупаем С-400 у России. Ведь даже если вопрос о смене блока не стоит, эти ракеты означают, что мы поворачиваемся лицом к другой стороне. К той, с которой мы на протяжении последнего века не сотрудничали в области вооружений, или с которой нам не позволяли сотрудничать. Значит, после Германии и Америки мы присоединяем Россию в качестве третьего звена к нашей исторической цепочке и приобретении оружия. То, что С-400 начали поставлять в Турцию утром 12 июля, на самом деле имеет очень глубокий и символический смысл. 12 июля 1947 года было подписано соглашение о помощи между Турцией и Америкой. История вопроса об американской помощи, которая многие годы занимала нашу повестку дня, сопровождаясь взлетами и падениями, а берет она начало с соглашения, подписанного 12 июля 1947 года в Министерстве иностранных дел в Анкаре. Это соглашение подписали министр иностранных дел Хасан Сака, Асан Сака, и американский посол Эдвин Уилсон, Эдуин Уилсон. После того, как 22 мая того же года американский конгресс дал президенту Гарри Трумэну, Ара Трумэн, полномочия оказать помощь некоторым странам, а по сути начать охоту за союзниками, американский посол в Анкаре Уилсон 26 мая призвал турецкий МИД к переговорам по этому вопросу. Сразу же на следующий день министр иностранных дел Хасан Сака ответил на этот призыв, и начались переговоры, в результате которых 12 июля 1947 года, в 12 часов дня, было подписано упомянутое соглашение. Смотрите, какая ирония судьбы, первую партию купленных нами С-400 русские отправили в тот же день, в который мы 72 года назад подписали с Америкой первое соглашение о широкомасштабной помощи, то есть 12 июля. Вероятность того, что это случайное совпадение, мне кажется весьма низкой. Ведь русские – такой народ, который склонен находить и использовать случайные совпадения, и к тому же еще и со времен царизма существует много примеров стремления русских приурочивать важные решения на политические и военные темы к годовщинам определенных событий в прошлом. Если дата начала поставок С-400 была выбрана не случайно, а сознательно и умышленно, то остается только сказать «браво» и снять шляпу перед таким решением. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова